Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня 28-й Осиван, уже мы приближаемся к окончанию месяца Осиван, месяца дарования Торы. И 27-й июня, и скоро начинается у нас новый месяц, Томуз. Томуз и потом идет Томуз, потом Аф. Вот это два самых таких сложных месяца в истории еврейского народа. Томуз и Аф начинаются, да? Да, и потом опять все, потом идет после Ава Илуль, и после Илуля идет Тишрей, седьмой месяц. Да, очень интересно. Как бы, когда начинаешь смотреть на месяцы, на год, например, да, то есть ты видишь, как бы, такой масштаб, объем, как... Есть такая метафора, когда-то спросили, был такой Саба Миновардак, вот как человек, который не живет по Торе, как он может начать жить по Торе? А он говорит, вот вы знаете, говорит, когда смотришь... Кстати, интересный этот пример, очень странно, хотя в то время уже были самолеты, были в самолете. Он говорит, вот летит в небе самолет, и когда ты видишь его издалека, это маленькая черная точка. Но когда он приближается к тебе ближе, то, оказывается, там сидят люди. То есть то же самое Тора. Когда ты говоришь просто слово Тора, не знаешь, что такое Тора, то она для тебя такая, как Тора, Т-О-Р-А. Тора. Но когда ты начинаешь ее изучать, начинаешь в нее проникать, значит, она сблизи, она открывается, и оказывается, что Тора — это и есть весь мир. То есть Тора — это... Вначале была Тора написана в книге Зоар. Бог смотрел... Он вначале сотворил Тору, а потом по Торе сотворил мир. Не Тора описывает мир, а мир — это и есть раскрывшийся Тора. И когда мы изучаем Тору, мы знаем, как работает мир. То есть это такое дает очень глубокий взгляд. Сегодня, значит, 28-го Сивана в книге о Йом-Йом, любая часть Рэбе, он для себя, он же потом стал Рэбе, но в 40 лет он не был Рэбе. Он был мужем второй дочери предыдущего Рэбе. То есть он был зятем Рэбе. И по идее, когда умер Рэбе предыдущий, Фридрит Рэбе, значит, думали, что станет Рэбе муж первой дочери, старшей дочери. Но хасиды, все хасиды, они попросили, чтобы Рэбе был вот именно. Равминах и Мендел Шнеерсон, и он стал Рэбе. Но он год отказывался, год они его уговаривали, год он не соглашался. И потом, когда был Йорц, это годовщина смерти предыдущего Рэбе, он согласился и стал Рэбе. Значит, теперь, а когда ему было 40 лет, он эту книжку собирал для себя, как вели себя предыдущие Рэбе. То есть, ему уже было интересно, ему было интересно, а как вот вообще вот эти Рэбы, это как бы были такие люди, которые, которые, в общем, они были очень-очень близки ко Всевышнему. И у хасидов есть такое служение, что вот если есть Всевышний, есть Рэбы, которые близки ко Всевышнему, и через Рэбы я приближаюсь ко Всевышнему, потому что он мне говорит, что делать, как делать, он мне дает совет лично, индивидуальный. То есть, он каждому давал его индивидуальный совет, на что обратить внимание. В общем, сегодня мы читаем отрывок, как Рэбе Цемакцедак, это был третий любаеческий Рэбе, рассказывал своему сыну Рэбе Шмуэлю, четвертому любаеческому Рэбе, рассказывал о случае, который с ним лично произошел. И тут нам рассказывается, какой случай с ним произошел, давайте, чтобы вы понимали. Когда он сыну рассказал об этом случае, но нам в сноске рассказывается тоже об этом случае. Однажды Рэбе Цемакцедак шел в синагогу. И идет он в синагогу, представьте себе, там место Любавичи, да, это деревня-деревня, лет это было 250 лет назад, вообще нет, ни электричества нет, ни одной машины нету, поезда нету, ни радио нет, ни микрофона, ничего нету, телефона нету, ничего нету. И вот он идет с утра в синагогу, встал он, значит, деревня, идет он в синагогу, и, значит, и тут навстречу один еврей. И говорит, о, Рэбе, займите мне в долг, там, сколько-то денег, займите мне в долг. Был базарный день, и этот человек мог бы, купив что-то, а затем перепродав, получить какую-то прибыль. Рэбе ему говорит, я иду сейчас в синагогу молиться, подойди за деньгами сразу после молитвы. И продолжил свой путь. Пришел он в синагогу, начинает готовиться к молитве, и тут внезапно он осознал, что деньги тому человеку нужны были прямо сейчас. Он тут же вернулся домой, взял деньги, и начал разыскивать этого еврея. Нашел его, и отдал ему деньги. И только потом отправился на молитву. После этого случая, Рав Цемах Цедоку явился Альтер Рэбе во сне, предыдущий Рэбе явился ему во сне, с сияющим лицом, и похвалил за проявленную заботу о ближнем. А он же, откуда он к нему пришел? Он же уже умер к тому времени. До этого Альтер Рэбе какое-то время не посещал Рав Цемах Цедока, и увидеть его снова он удостоился благодаря услуге, оказанной ближнему. То есть он рассказывает сыну эту историю. Он рассказывает сыну эту историю, и в этой истории он ему передает очень важные элементы служения и духовного роста. Представляете? Теперь, и когда он рассказал, теперь Цемах Цедок, это с ним произошло, эта история. И он рассказывает это своему сыну, будущему Рэбе, и говорит, для того, кто помогает другому еврею, ближнему, заработать, пусть даже, семь копеек на продаже теленка, раскрываются перед ним все врата небесных дворцов. То есть он дал здесь вот это вот сопоставление, что важнее, да, что важнее. Казалось бы, тут молитва, и он идет на самом высоком духовном уровне, он молится вообще. И тут к нему идет простой человек, и он его просит помочь. И он, вот этот поступок, ему помочь, это, оказывается, было в духовном плане больше, чем самая там высокая молитва. По прошествии нескольких лет все это Рэбе Шмуэль рассказал своему сыну, Рэбе Шломдовберу. Вот так работает вот эта система Рэбе. То есть он его, для Рэбе, для него было самое главное, это вообще вот всеми-всеми силами приближаться ко Всевышнему. То есть это как профессионал. Мы идем, например, к доктору, да, человек обычный, он в своем здоровье не понимает. Он идет к доктору для того, чтобы доктор, который занимается здоровьем всю жизнь, если это хороший доктор, он все время совершенствуется в своей профессии, чтобы он его посмотрел. То же самое, Рэбе это профессионал, который всю жизнь занимается, у него одна цель, служить Всевышнему и помогать другим евреям, его ученикам, которые к нему приходят и хотят тоже приближаться ко Всевышнему. И получается, вот эти Рэбе накапливали вот эти свои такие открытия, знания. И получается, по прошествии нескольких лет, все это Рэбе Шмуль рассказал Рэбе Шалом Довберу, своему сыну. Пять это был будущий пятый Рэбе Хаббада. И добавил, человек действительно должен знать путь к небесным чертогам. Имеется в виду учить Кабалу, учить Тору, учить Хасидут. Знать путь к небесным чертогам, это имеется в виду наверх туда, да? Но не это главное. Этим ничего не изменишь, то, что ты знаешь. Основное, что требуется от нас, помогает другому еврею от чистого сердца с сочувствием, испытывая наслаждение от совершенного добра. Значит, это путь служения. То есть известно, что в Торе есть три, на трех основах стоит мир, сказал Шимон Ацадик. На Торе, на изучении Тора. Если бы мы это не учили, мы бы не знали. То есть только изучая Тору, ты можешь знать действительно, что такое хорошо, что такое плохо, что такое заповедь, что такое преступление. Значит, на Торе, на молитве ты должен просить Всевышнего и благодарить Всевышнего. И на добрых делах, на добрых делах, значит, это как раз третья основа добрые дела. Теперь, вот здесь показано нам, что третья основа добрые дела, она важнее всего, потому что просто изучать, но при этом ничего не делать, не помогает. Теперь здесь есть еще один, сегодня вторая книга, «Обретение неба на земле», дает нам еще очень интересный, как бы, ракурс. Это удивительно, как это подобрано, потому что это две абсолютно разные книги, они абсолютно не имеют никакой связи друг с другом вообще, да? То есть эту книгу первую, «Айом-йом» составил любавчистое Ребе, там, это было вообще непонятно, когда, там, в 50-е годы. Книгу «Обретение неба на земле» написал, там, в 90-е годы, собрал высказывание Ребе, канадский раввин какой-то, вообще они, а в этом сборнике, они вообще никогда рядом на полке не стояли, то есть эти книги не имеют друг к другу никакого отношения. Но составители вот этого сборника на русском языке, который издает община Днепропетровская, в котором есть хитас, они почему-то поставили эти два отрывка в начале вместе, вот эти две книги. Хотя это вообще не классика, и вообще непонятно, зачем они это сделали. Но удобно, вот мы изучаем. И какая есть связь? Давайте посмотрим. Книга «Обретение неба на земле» говорит такую вещь. Вы когда-нибудь слышали о святом в шубе? Значит, есть такой, такой есть термин, праведник в шубе. Говорят, что Ноах, вот Ноах, он был праведник в шубе. Ему Всевышний сказал, что он через 120 лет уничтожит мир. И Ноах начал строить ковчег. Вот он 120 лет строил ковчег, все к нему, если кто-то подходил, спрашивал, что ты делаешь? Он им говорил. А если не подходили, он им не говорил. И Ноах не сумел ни одного человека на земле убедить стать праведниками. Он как бы, вот я строю, вот моя семья, вот мои сыновья поднимутся со мной, значит, в этот ковчег, каждой твари по паре, а все остальные, хотите, значит, приближайтесь ко Всевышнему, не хотите, значит, не хотите. Это называется праведник в шубе. Он сидит в своем доме у печи, полный дров, но огня не зажигает. Все, кто находится в доме, дрожат от холода. Кроме него, он в шубе, ему тепло. Его спрашивают, почему ты греешь лишь самого себя? Почему бы тебе не разжечь огонь в печи и не согреть всех остальных? Дело же не в одном доме, отвечает он. Весь мир страдает от злого холодного ветра. Вы хотите, чтобы я согрел весь мир? Ему говорят, что он не должен согревать весь мир. Может быть, одного человека или двух, может быть, согреет маленький уголок мира? Такой особик, как я возражает он, неприлично согревать только один уголок. Так он сидит в своем холодном, темном... Так он сидит в своем холодном, темном... Вот так вот. Так он сидит в своем холодном, темном доме, ему в шубе тепло и уютно. Значит, здесь говорится о том, что если человек сам лично дошел в своем духовном развитии до осознания, что есть Всевышний, Всевышний о нем заботится, и он достиг вот этого вот внутреннего ощущения и состояния праведности, которое выражается в том, что человеку тепло. То есть если человеку плохо, значит он как-то он со Всевышним не нашел внутренней гармонии. То есть праведнику ему хорошо, даже вот там он в тюрьме, он еще где-то, ему все время хорошо, он со Всевышним. Как царь Давид говорил, что «Гам ти елех бэгэйт салмавет, даже если я буду идти долиной смерти, ло и раара, не случится со мной зла, ти ата и мади, что ты со мной». То есть праведник, он с Богом, ему всегда хорошо. Теперь, но если он не помогает окружающим людям, если он не делает добро, то тогда получается, он остается праведник. В принципе, он праведник, но он какой-то праведник в шубе. Ну, не очень хороший термин. И мы видим по этому описанию, что это не очень считается хороший человек. Хотя тоже странно, потому что если заповедь помогать ближнему, это заповедь, так праведник, он должен ее выполнять. Поэтому это очень-очень важная такая вещь. Теперь у нас сейчас в недельной главе глава Хукат. Глава Хукат – это глава постановления. Здесь как раз рассказывается о Красной Корове. И вот эта вот Красная Корова, заповедь о Красной Корове, она дает нам очень, знаете, общий, очищающий ответ на все вопросы против Всевышнего. Вот есть у людей, которые верят в Бога, у них есть несколько стадий. Есть, которые говорят, да, я верю, что есть Творец Мироздания. Я называю его Вселенная. И вот эта Вселенная, которая меня слышит, она, значит, вот она есть, вот как-то такое, как Эйнштейн говорил, я не верю, что есть личностный Бог, что Бог, он каким-то образом проявил себя и тем более проявляет себя лично со мной. Есть люди, которые верят вот в такой безличностный какой-то высший разум, да. Есть люди, которые верят в этот личностный разум, но они, веря в этот личностный разум, они не верят, что он дал какие-то конкретные четкие указания в виде заповеди, что делать, что не делать. Есть люди, которые верят, что есть Создатель, Творец, который личностный, то есть у него есть выраженное желание создать Мироздание, создать человека. И они верят, что он действительно дал заповеди, но они не верят, что какой-то человек, который передает, мы же с Богом не общаемся сами, мы получили Тору от Машарабейну, да, Моисея. И есть люди, которые говорят, то есть мы сейчас увидим, что даже не сейчас, мы уже читали во всех главах, что евреи восставали против Машарабейну даже в пустыне. То есть они видели Машарабейну, они видели, как его сияние, как Бог все время через него там делал чудеса. Они видели, даже когда он только пришел в Едипет, чтобы их выводить, он тоже показывал разные знамения, там все они видели это. Море раступилось, и 10 раз написано Ваамину, Ба-Маше, Ба-Ашем, Ва-Маше Авдо. И поверили они в Бога и в Моше и его раба. Но даже тут каждый раз они срывались и опять они восставали против Машарабейну, опять они говорили, Моше, ты не то сделал, не так сказал, вот только было главах Корах. И вот эта главах, это последняя стадия, где верующие люди, которые верят в Бога, верят в заповеди, но они сомневаются в правильной передаче, что мудрецы, пророки правильно передали, что надо делать. И тем более они сомневаются в современных там раввинах, которые говорят, что надо делать так или надо делать так. Это вот есть такая стадия. Глава Хукат, она с одной стороны нас сильно запутывает, да, потому что она нам говорит, смотрите, есть такая заповедь про Красной Коровья. Ее надо сжечь, ее пепел, того, кто этот пепел несет, например, да, или воду с пеплом, он становится нечистый, а тот, кого очищает, он становится чистый. Но это против любой логики, против физики, против математики, против всего вообще, что мы знаем, как работает мир. Не сходится. А Тора нам говорит, а вот так вот, это Хукат, это постановление Всевышнего. Вот на тебе пример, вот тебе постановление, которое по-любому не сходится. Хочешь, делай, не хочешь, не делай. Но если ты не сделаешь и зайдешь в храм, тогда, значит, отсечение души, то есть душа эта искоренится из души еврейского народа. То есть, в любом, когда мы изучаем Тору, логика, правильно, неправильно, все равно нужно понимать, что есть вот этот вот элемент веры, элемент выбора, что ты выбираешь и говоришь, я вот, я верующий. Вот я верующий, я верю, не знаю, иррационально, вот закон полностью нерациональный. Но я верующий человек, значит, как написано, так и делаю. То есть, Всевышний нам оставил вот эти вот хуким для того, чтобы мы могли, выбирая вот этот вот акт сотворения из ничего что-то, да. То есть, вот этот, когда ты выбираешь между миллионом долларов и чтобы тебя побили, понятное дело, что ты выбираешь миллион долларов, потому что, ну, вообще это не выбор, да. Когда ты выбираешь между тарелкой борща и тарелкой там яда, то понятно, что ты выбираешь тарелку борща, тарелку яда, ну, какой выбор, это не выбор. А выбор, когда ты действительно делаешь вот этот вот акт, акт веры, какое-то преодоление, и вот эти вот хуким, непонятные законы, они являются как раз для нас возможностью проявить вот этот вот акт веры, что даже я нерационально, но я все равно верю и делаю. И вот, значит, тут рассказывается в этой главе про вот эту вот корову красную, написано, возьмет он дерево, дерево изов, там, окропит, вот знаете, то, что сейчас святой водой окропляют, это в Торе написано как раз вот про это вот, этот пепел коровы, раз в родниковой воде разбавляли и брызгали, и человек становился чистым. Значит, чистым в духовном плане. А тот, кто нечист, будет не очистить, в общем, вот тот, кто, написано, виш ашер итма, человек, который запачкался нечистотой от мертвого тела, вело итката вникрата, нефеш аиме тох акаль, то есть будет прям, если кто-то не верит в этот закон, и идет он против Всевышнего, ну, то есть он не выполняет этот закон, говорит, нелогично, и заходит потом в храм, значит, его душа искореняется. Теперь, значит, все рассказали нам про вот этот закон, как все это работает, все это рассказали, и начинается после этого опять следующая серия, следующая серия. И пришли сыны Израиля, уже 40 лет закончилось, пришли они к концу, вот они подходят, значит, Мидбар Цин, называлась пустыня Цин, в первом месяце, это был Ниссан опять, сели они в месте, называется Кадыш, и там умерла Мириам, сестра Мушерабейну, старшая сестра Мушерабейну, умерла там, в этом месте, ушла она как Муше, как Арон, Мириам, такие великие цадики, они просто уходили, это называлось, есть написано 900, по-моему, 25 видов смерти, и есть вид смерти, который называется поцелуй, когда душа просто выходит из тела, и совершенно человек спокойно переходит из этого мира в следующий, так умирая ли вот и Муше, и Мириам, и Арон, так они уходили из этого мира, в общем, ушла она из этого мира, умерла там Мириам, погребена, ее там похоронили, и что, кстати, интересно, умерла там Мириам, почему раздел о смерти Мириам расположен непосредственно после раздела о красной корове, чтобы сказать тебе, подобно тому, как жертвоприношение искупают от греха, так же искупают смерть праведных, то есть, когда праведник умирает, то он своей смертью искупает все поколение, в котором он был, и это как раз, ну вот, когда великие праведники уходят, так оно работает, значит, и что, и не было воды для общины, опять не было воды, потому что была вода в заслугу Мириам, умерла Мириам, и не было, не стало воды, и что, и собрались опять в Айкаалу Аль Маше Валя Арон, и опять весь народ собирается против Маше и Арона, и, значит, Вайрав Ам и Маше начал народ спорить с Маше, мы видим, что даже они в то время все чудеса шли через Маше, сколько Бог, значит, говорил, что вот Маше, Авди, это раб мой Маше, который все делает, только как я ему скажу, значит, и, значит, спорил народ с Маше, и сказали, говоря ему, лучше бы мы умерли, лучше бы мы умерли, как братья наши перед Богом, представляете, опять они нарушают самое, вот, уже первый раз, как они в пустыню повернулись, потому что они жаловались, и сказали Богу, лучше бы мы умерли, а теперь, значит, опять, уже умерли, 40 лет были в пустыне, все умерли, все это поколение, и новое поколение, казалось бы уже, все, ну, давайте уже, будьте же, будьте позитивными, следите за тем, что вы говорите, опять они говорят, лучше бы мы умерли, перед Богом, и опять они жалуются на Маше Рабейну, лама и вейтемет, кааля шем, эль амидбар, зачем вы привели общество Бога в пустыню, это, чтобы мы умерли, и чтобы мы умерли, и наши стада, чтобы умерли, ничего не меняется, то есть люди, как только плохо, сразу начинают искать виноватых, кто виноват, значит, кто виноват, Маше Рабейну виноват, Всевышний виноват, там, ну, рядом кто-то виноват, то есть, всегда это, как бы, черта вот такая человека, жаловаться, и искать виноватых вокруг себя, и зачем вы, лама и лейтуну, мимин сраем, зачем вы нас подняли из Египта, они говорят, привести нас, вот в это место плохое, то есть вы привели нас в это место, не вместо посева в инжира винограда, а привели вы нас в эту пустыню, где нет воды, и пришел Муше и Арон, опять они начали от них уходить, от этого общества, да, они прям идет толпа на них, подошли они к шатру откровения, в Айплу, Альпнеем, упали они там на лица, и показалась слава Всевышнего над ними, значит, опять шатер покрыло облако, опять Всевышний вынужден был, Всевышний был, вынужден был, да, Всевышний их защитить от народа, потому что народ, он вот так себя вел, представляете, завтра мы узнаем, что было дальше, а сейчас у нас есть вот псалмы, 135-й псалом, дальше в этой книжке, которую мы изучаем, идут псалмы Давида, и как раз царь Давид, в этих 150 псалмах, он, все молитвы построены на этих псалмах, как раз 135-й псалом, он начинается со слов, Аллилуа, Аллилуи, Шема Дайной, он говорит, прославляйте, прославляйте имя Всевышнего, Аллилуа, Авде, Ашем, и прославляйте, значит, рабов Бога, или вы рабы Бога, прославляйте Бога, Шемдим, Бебец, Ашем, прославляйте те, кто стоят в доме Бога, Бехатстрот, Бетелоти, которые стоят в дворах дома Бога Всесильного нашего, Аллилуа, Титов, Ашем, он говорит, прославляйте его, потому что добр Бог, замру лишь мотки на им, воспевайте имя его, потому что это прекрасно. Вот как раз те, которые хотят помолиться за своих близких, почитайте псалмы, читают 20-й псалом, 90-й псалом, и читают псалом, вот, например, человеку сейчас 40 лет, например, читают 41-й псалом, человеку 50 лет, читают 51-й псалом, тот год, на котором он сейчас находится, кому там 20 лет, читают 21-й псалом. И получается, что вот словами царя Давида, он просто с Богом разговаривал, вот, очень-очень близко. И те, кто хотят молиться за здоровье близких своих, обязательно читайте псалмы Давида, читайте 20-й, 90-й, и псалом, который идет, вот, в котором году он находится, и чтобы, и делайте добрые дела для выздоровления этого больного. То есть мы видим, сегодня мы изучили, что если вы сейчас возьмете кому-то, сделаете там, кому-то дадите денежку, кого-то накормите, кому-то там поможете, и так далее, все это вы говорите, чтобы в заслугу этих добрых дел выздоровел такой-то, 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 это очень сильно помогает, вот, это помогает невероятно. Мы сегодня видим, что даже больше, чем молитва. Но надо использовать все, и молитву, и добрые дела, и изучение Торы, чтобы в заслугу того, что мы учим Тору, все добрые, хорошие люди повыздоравливали и прославляли Всевышнего. То есть прославляли Всевышнего, все добрые и хорошие люди. Все, всем до завтра, хорошего дня. Чтобы было, Рефа, шлама, полное благословение всем, кто присутствует на уроке, их близким, и близким-близким, всем хорошим людям, чтобы было полное выздоровление.